это уже должно стать традицией расскажите о стенде как и в прошлом году что какие новинка сказал я да с удовольствием расскажу сама главная новинка выводим на рынок аксиальные системы но покажите где у нас пойдем пойдемте рынок требует этого фитинги для аксиальных систем латунные толстостенный так называемый толстостенный пикс а принципе конструкция известная монтажникам нравится ну и соответственно все осуществляется по моему вашим специализированным инструментом и прошлом году даже что-то из элемент есть сейчас я его покажу вот для этих целей инструмент это ручной там аккумулятор это показать скажем так пилотный инструмент который да можно купить да он есть на выставке но мы на этом останавливаться не будем еще и задумки как это увеличению функционала да 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 получили линейки потому что предложение на рынке хорошее нужно конкурировать с коллегами чего будет производство инструмента я имею ввиду инструмент я насколько помню здесь у нас представлены разные производители грубо говоря есть снова дешевый сегменты дороже интереснее там здесь я уже не помню инструмент что для китая оживающих стали да один инструмент китайский два инструмента немецких да и здесь что-то такое же можно ждать здесь вот аккумуляторный это на тоже немецкий инструмент на по ручному пока пока не скажу не знаю что будет окончательно еще непонятно я думаю что в первом полугодии этого года мы определимся что еще нового у вас на стенде если возвращаться к вопросу аксиальных фитингов фитинги делаем на своем производстве в китае труба сделано в испании еще раз повторюсь сшивка по методу а сыну естества с антидиффузионным слоем вот из нового но здесь новинки которые выводили во втором полугодии то есть можно сказать что это новинки двадцатого года для котельного оборудования дешломатор вы по моему моего в прошлом году видели но покажите я уже честно говоря не помню просто у вас как всегда стенды скажем так все охватные разные разные сферы применения да 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 там квартирные дома котельное оборудование коттеджное вот дешломатор не значит по моему не было его он по моему может быть он был тогда еще заявлен так на рисунке вот нужная вещь чтобы не загрязнялись не загрязнялась не загрязнялся теплоноситель чтобы не было отложений на важных деталях ну это скажем так это полу когда стоит дисломатор это полу но у меня некоторые даже коллеги принципиально ставят я сам монтажом не занимаюсь у меня чуть другая специфика но всегда было интересно что у вас представляется но он на стенде скажем так ну и всегда в принципе всегда какая-то новинка у вас есть еще ни разу не как это не повторились стремимся до бежать бежать чтобы чтобы не стоять на месте на нужно бежать быстро у нас мы двигаемся активно в области например диспетчеризации диноквартины и пойдемте это стенд этот стенд посвящен различным системам диспетчеризации мы диспетчеризацию заявляем уже наверно я думаю что третий год но постоянно появляется что-то новое постоянно обновляется элементная база реально есть вещи которые в начале пути стоили например по 400 тысяч рублей да для системы сейчас прибор аналогичный который решает те же самые задачи стоит уже 40 тысяч как очень серьезный прогресс есть беспроводная и неспроводная система диспетчеризации сейчас появилась и него до устройства сбора передачи данных по вай фай постоянно тут все в движении есть анализатор качества канала связи когда что-то не связывается что-то не работает до всегда можно определить на каком этапе через какую стену до грубо говоря не проходит сигнал ну а грубо говоря но как вы говорите многоквартирные дома что-то вот скажем так обособленно клиент решила себе сам поставить получается есть возможность ну охватить просто квартиру и все тут я бы поставил вопрос по-другому если в доме не реализована диспетчеризация то в отдельной квартире и и не реализовать ними и а управляющей компании это не интересно они будут принимать показания согласен вопрос может стоять как вопрос может стоять в реализации системы диспетчеризации уже построенном доме это может быть дом который построен но еще не знал или это может быть дом который уже построен сдан и там товарищество собственников жилья до возникло возникло желание диспетчеризировать там свои расходы ну здесь это своих возможно это возможно в основном это чем это возможно и через проводную систему но это не во всех домах это за счет тяжело на это есть есть готовые кабель-каналы где можно притянуть провод это не везде можно вызывать уже построенном дом для этих целей есть беспроводная система диспетчеризации они а можно реализовывать здесь понятно а что у нас на том стенде что-то тоже новое нет там там не новое но там важные моменты важны например квартирная станция если мы говорим про нестойковую систему разводки отопления горизонтальную то но это скажем так сегодняшний день здесь этот день сегодняшний наверное для дорогого жилья и завтрашний для не очень дорогого жилья здесь квартирная станция где приготовление горячей воды происходит непосредственно станции стоит теплообменник мы выигрываем и на гораздо меньших теплопотерях сейчас стоит задача до увеличить эффективность зданий кроме того кроме того но если были в новый домах может быть сталкивались например зимой местах общего пользования на личной площадке там коридорах общих очень душно и жарко ну да почему потому что висят коллектора от которых трубы уходят квартиры они уходят по личным площадкам по местам общего пользования соответственно одна труба прямая одна обратно даже если небольшой коллектор на четыре выхода это восемь труб уже соответственно это все идет в стяжке пола жарко душно топится атмосфера теряется тепло нерегулируемая потеря тепла да да кроме того люди задают вполне законный вопрос а за чей счет банкет почему же я вам отапливать окружающий воздух квартирных станциях такие тепловые потери отсутствуют они ставятся непосредственно около квартиры местах общего пользования и из них трубы с горячей водой с теплом сразу уходит в квартиру такой проблемы нет хорошее решение здесь получается за счет трехходового клапана я так понимаю происходит нагрев по подмесу подмет нагрев за либо обмену я имею ввиду переключение именно этим трехходовым получается здесь то это подмес а этот трехходовое именно переключение у нас уже происходит на нагрев сюда в теплообменники горячих получается это на радиатор отопления понял все а все увидел увидел не отследил сначала получается в этом случае счетчик на воду вам нужен один то есть горячую воду считать не нужно идет вода холодная которая потом делается горячей она уже проходит через водосчетчик и у вас вода считается а то тепло которое затрачивается на приготовление горячей воды считает теплощетчик то есть один счетчик не нужен счетчик на холодную воду и теплощетчик то есть все логично и получили горячую а вот коллекторные системы про которые мы с вами говорили которые скажем так день сегодняшний вот на базе коллекторов из нержавеющей стали на базе коллекторов из черной стали тут классическая схема с автоматическим регулятором перепада давления вот сам клапан время вот клапан вот клапан партнер здесь на перепускном клапане перепускном клапане в общем-то очень мало компании изготавливает на перепускном клапане это несколько другое техническое решение по сравнению с этом на задачи решается также получается в принципе это скажем так более простое решение более простой она более простой более надежно почему потому что вот это вот сифонная трубка она со временем забивается перестает работать она не дает обратную связь у разницы давления здесь 15 миллиметровая трубка из нержавеющей стали забиваться особо нечему поэтому при забивании в принципе простота очистки в отличие от ну да ну спасибо вам большое за интересный рассказ по стендер спасибо